Я снова всех приветствую, друзья, с вами Холодильник. Сегодня я решил продолжить разобрать ту тему, которую я затронул в прошлом ролике, а именно тему касательно эргономики. Я увидел ваши комментарии и я подумал, что то, что я сделал в своем ролике, это все-таки недостаточно. И ваши предложения, на мой взгляд, нужно было попробовать в игре и показать вам, какие вещи работают из того, что вы говорили, какие не работают. Что-то я для себя новое узнаю, что-то вы для себя новое узнаете. И, собственно, начал я с того, что, естественно, пошел в комментарии выбирать самые интересные предложения. Начал я именно с предложения пользователя под ником Brabus S600. Он предложил одеть ген штурмовой, ушастый страйкер и любую разгрузку, кроме плейтов. Я сделал точности наоборот. Я надел полный ген, я надел не ушастый страйкер, я надел разгрузку плейт. Для чего я это все сделал? Собственно, предложение было такое, чтобы одеться в такой полный сет и взять два вида глока. Один в стоковом варианте и второй в сборке на максимум эргономике. Я тоже немножко по-другому решил модифицировать это предложение. Я сделал два глока. Один, насколько мог, увеличил эргономику. Для второго полностью эргономику убил установкой всевозможных приблуд, типа глушителя, прицела и тому подобное. Ну и, собственно, почему я выбрал именно такой сет брони? Потому как вся броня, которая будет на мне, она будет убивать эргономику. Мы получаем уменьшение эргономики на 19%. И, казалось бы, 19% по идее, все, что я буду использовать, оружие, оно будет на 19% медленнее в руках двигаться, хуже ощущаться, ну и тому подобное. Вышел на локацию развязка. У нас есть вот такая вот прямая. Собственно, столбиками примерно отмечено, где и куда. Да, специально сбросил рюкзак для того, чтобы уменьшить свой вес до, скажем, максимального веса, с которым я могу нормально двигаться. Это 36 килограммов из 40. Ну и, в общем-то, решил я пробежаться и посмотреть, сколько же будет тратиться выносливости. Полоску вы видите снизу слева. Вот даже сейчас думал, что, возможно, придется как-то срезать путь. Но, видите, выносливость достаточно быстро закончилась. Далее, достаем глок 17 с эргономикой на 30 единиц больше. И продолжаем движение в обратном направлении. По идее, если все правильно я сделал, то количество эргономики моего оружия будет влиять на время расхода моей стамины. То есть, с данным пистолетом, ну, с данным оружием я должен пробежать гораздо больше, чем я это сделал с глоком, у которого меньше эргономики. Вот я подбегаю к тому самому месту, откуда я начал. И тут я уже подумал, что что-то здесь не так. В общем-то, добежал я ровно до того момента, откуда я и начал. Соответственно, если так подумать, 74 эргономики и 104 эргономики пистолета совершенно никак не повлияли на время, вернее, на расстояние, которое я пробежал на полной выносливости. Ну, теперь проверяем второй миф. Либо это не миф, либо это на самом деле так. Достаем оружие, то есть, меняем одинаковые пистолеты. Да, опять же, мне писали, что все-таки скорость смены или доставания оружия, она как-то меняется. В прошлом уроке я про это говорил, что она никак совершенно не влияет. Но в этот раз я решил, собственно, это проверить. Результаты вы можете видеть на экране. Я еще, честно, сам не знаю, насколько быстрее достается один или другой пистолет. Но вы можете это сами потом убедиться. Числа я, естественно, напишу вниз. Но по ощущениям мне показалось, что все же никакой разницы совершенно нет. Что достается пистолет с барабаном, с уменьшенной эргономикой, что пистолет с высокой эргономикой, в общем-то, одинаково. Ну, скорость прицеливания сами можете увидеть. Она, собственно, никак не изменилась того теста, который был раньше. То есть, чем больше эргономика, тем быстрее входит в режим прицеливания. Ну и, опять же, проверил я немножко скорость перезарядки. Пистолета специально взял магазин. У меня есть два на 17 и на 50 патронов. Менять я буду на 17 патроны. Скорость смены магазина одинаковая. 1,49 секунды. И она не меняется от типа пистолета, его эргономики. И показания одинаковые для двух типов пистолетов. Ну и следующий такой миф, либо следующее предложение от нашего хорошего друга и знакомого. Это Рейдака. Кстати, Ишус тоже про это говорил. Что в режиме стрейфа оружие ведет себя по-другому в зависимости от его эргономики. То есть, чем меньше эргономики, тем больше скидает ствол. На касатель на самого Глока-17, если так посмотреть замедленной съемки, совершенно никакой вообще разницы нет. Одинаково он ведет себя как с 74 эргономикой, так и со 104 эргономикой. Полностью идентичные рисунки хождения ствола во время стрельбы. Ну и далее, для теста я взял два варианта винтовки М1А. Первый вариант это ЕБР, металлический обвес такой. Ну и обвес РСАСовский. По ходу теста я нашел тут, видите, небольшой баг. Во время тестирования скорости смены оружия. Можете обнаружить, когда достаете как первый тип винтовки, так и второй тип винтовки. Есть небольшое вот такое мигание перед тем, как вы полностью достанете. Винтовка как будто на секундочку еще появляется в ваших руках. И я думаю, что это реально баг конкретно этой винтовки. Тут уже, как говорится, угадай, про что баг-репорт я отправил разработчикам. Шучу, пока еще не отправил, но обязательно это сделаю. И вы, ребята, тоже потестируйте. Посмотрите, если у вас будет такой же самый баг, то не забудьте отправить фидбэк. Ну и, следовательно, две винтовки. Опять же, эргономика достаточно существенно отличается. У первой винтовки эргономика 36 единиц, у второй 69. Вес практически идентичный. То есть вес не будет сказываться, опять же, на наше тестирование. Начинаем наш очередной забег с той же самой точки. Опять же, на мне, кроме того, с этой брони, ничего нет. Ну, плюс на мне еще два типа оружия. Естественно, это добавляет немножко веса. Все-таки это не пистолеты таскать. И можете увидеть, что, конечно же, стамина быстрее расходуется. То есть тип расхода стамины, мне кажется, некорректно привязывать к какой-то эргономике или там весу оружия. Скорее, к общему весу и типу оружия. То есть конкретно это штурмовая винтовка, либо это пистолет. Каждый тип оружия по-разному убивает вашу выносливость. Ну и вот, до этой линии, собственно, мы добежали. Опять же, я повторюсь, у этой винтовки 36 единиц эргономики. Также я немного решил посчитать, сколько же до того места, куда мы добежали с пистолетом. И пока я считал, в общем-то, не буду таить. Это 17 этих пролетов. Примерно, предположить, каждый пролет 2 метра. То, соответственно, мы можем рассчитать, что это вот 34 метра лишним можем пробежать с пистолетом. Это доказательство теории про то, что с разным типом оружия быстрее бегать. Собственно, вот это самый, наверное, наглядный пример. Ну и продолжаем. Стартуем с той точки, куда мы добежали. Доставим винтовку с 69 эргономики. Если так посудить и подумать над этим всем, то, естественно, закрадываются некоторые сомнения по поводу того, что, опять же, эргономика у нас в игре есть. Она должна влиять, по идее, более логично на те вещи, которые вы написали в комментариях, которые я сейчас проверяю. Однако, это почему-то совершенно не так. Ну и добегаем мы, ну, ровненько до того места, откуда мы начали свое движение. То есть, опять же, эргономика совершенно никак не повлияла оружием на расход нашей стамины. Вот касательно восстановления стамины, если честно, я что-то про это совсем подзабыл и это не проверил. Но у меня есть подозрение, что он также не будет зависеть. Если уже расход стамины не зависит от эргономики, то я думаю, что и восстановление также не будет совершенно никак влиять. Опять же, проверяем следующую тему. Это стрейф, то есть движение в режиме прицеливания. Берем, собственно, опять же, винтовку М1А в металлическом обвесе, 36 эргономики, прицеливаемся и начинаем свое движение. Если можете увидеть, такие достаточно плавненькие движения. Все-таки оружие, мне казалось, должно больше ходить. Вес у него большой, практически 7 килограммов. Да и установлен оптический прицел, хоть и штурмовой хаммер. Хожу опять же в две стороны, потому что, если вы еще, может, не заметили, то наш персонаж по-разному ходит как вправо, так и влево. То есть он в одну сторону идет более ровно, в другую сторону как будто вот он нога на ногу переступает. Когда вы идете справа налево, то у вас больше идет подкидывание оружия. Так что не забывайте, если вы, допустим, перестреливаетесь с кем-то и вы идете справа налево, а ваш противник, соответственно, наоборот, то у него больше шансов в вас попасть. Ну и проверяем, опять же, ту самую тему по поводу того, что если из стороны в сторону качаться и стрелять еще тем более, то оружие с меньшей эргономикой меньше, скажем так, поддается контролю. И если так посмотреть, то это, скорее всего, действительно правда именно с точки зрения контроля и возвращения ствола в изначальную точку прицеливания. Если мои глаза меня не подводят, ну, а ваши, надеюсь, я тоже вас не подводят, и вы мне в комментариях, если что, поясните за это, то в обвесе М1А РСАС движение и стрельба было более точной, и оружие больше концентрировалось на какую-то вот конкретную точку, куда мы, собственно, изначально целились. Закончить тесты с М1А я решил, подойдя к препятствию, и посмотреть, насколько удобнее выглядывать из-за стены с оружием с меньшей эргономикой, с большей эргономикой, и обнаружил вот такой вот занимательный баг, когда часть текстуры, именно столба, совершенно никак не реагирует на нашу руку и частично на наше оружие. Если вы подумали, что это одно место, которое вот именно так работает, то я вас смею огорчить и для разработчиков, опять же, подкинуть работы. Многие места, многие углы вот совершенно точно так же и работают, поэтому это как надо исправлять. Это все-таки некорректность поведения физики. Если так подумать, есть небольшое преимущество, когда вы стреляете из угла таким образом. То есть, ваше тело практически полностью стоит за колонной, либо за углом, а вы беспрепятственно можете вести огонь, и только ваша голова и немножко правая часть туловища выглядывает из-за вот этого вот укрытия. Ну, если так посмотрели, то увидели по скорости, я вот засекал, совершенно идентичные показатели у оружия по прилипанию и отлипанию от препятствия. Это еще один тот пункт, который меня просили в комментариях проверить, то есть, можете посмотреть, это совершенно никак не влияет. Да, в этом видео я не буду разбирать звуковую составляющую, хотя есть все-таки у меня опять же тот самый шумомер, да, по работе опять его взял с собой, но в этот раз я не буду в это дело упарываться, потому что мне говорили, все-таки это некорректно проверять одному, нужно проверять своего напарника, кто будет с этим двигаться, но в то время, когда я это делаю, все мои напарники либо делают уроки, либо спят. Ну что ж, следующими моими подопытными будут автомат Калашникова под 7,62х39 и КМ, у одного эргономика 31 единица, у второго эргономика 61 единица, и по скорости доставания оружие, опять же, идентичное, что достается с одной эргономикой, что с другой эргономикой. Опять же, по прилипанию и отлипанию от препятствий, оружие совершенно никак не отличается друг от друга. Проверяем эргономику минимальную на введение цели в прицеле, и вот конкретно на данном примере уже заметно, хоть какое-то маломальское отличие от введения цели с оружием малой эргономикой и высокой эргономикой, чуть-чуть быстрее доворачивает с увеличенной эргономикой КМ, ну и, соответственно, с 31 эргономики немного запаздывает за той точке, куда мы целимся, так что здесь можно сказать, что действительно влияние есть. Ну и последнее, опять же, вернемся к тому пункту, это стрельба. Выбрал специально закрытое помещение, в котором отлично видно точки попадания, и если касательно самого хождения ствола, то можно заметить, что при стрельбе от бедра с меньшей эргономикой ствол больше гуляет по экрану, все-таки автоматический АКМ больше смог продемонстрировать влияние эргономики на ведение огня от бедра, и, в принципе, в прошлом ролике я, так сказать, допустил ошибку, все же действительно влияние есть. Ну и подведем итоги по самой эргономике и тем вещам, которые я сегодня проверял. На что эргономика не влияет? Эргономика не влияет на скорость бега. Одинаковое оружие в руках, только с разной эргономикой не влияет на скорость передвижения персонажа. По крайней мере, проверено на двух типах оружия. При этом винтовка М1А вообще имела одинаковый вес, так что влияние веса тут также можно исключить. Следующее, это скорость перезарядки и смены оружия. Проверено на трех типах оружия в прошлый раз и двух типах оружия в этот раз. Ну и последнее, на что эргономика точно не влияет, это на время прилипания и отлипания от препятствий. Она одинакова для каждого типа. На что эргономика, возможно, не имеет влияния? Возможно, не имеет влияния на скорость восстановления стамины. Если зависимость какая-то есть, то влияние практически минимально и неуловимо. Ну и на что эргономика все-таки имеет свое влияние? Это на режим стрельбы от бедра. С автоматическим ЭКМом это достаточно наглядно было показано. В общем, получился ролик достаточно долгим, может быть даже слегка сумбурным. Все-таки этот ролик готовился по большей части по тем предложениям, которые вы сами оставляли в комментариях. Я всех благодарю за то, что поделились своим мнением по поводу этой темы. Как никогда было это кстати. И надеюсь, те результаты, которые сегодня вы услышали, были лично полезны и интересны. Если это действительно так, то не забудьте это дело оценить. Если у вас есть какие-то еще предложения, пожалуйста, напишите в комментариях. Но пожалуйста, не пишите то же самое, что я собственно сегодня проверил. Для тех, кто впервые у нас на канале и случайно наткнулся на наше видео, я предлагаю для вас остаться вместе и приходить на наши интересные стримы и смотреть интересные видео. Поэтому подписывайтесь. Ну и для всех, друзья, благодарю вас за уделенное время. И на этом я с вами прощаюсь. Всего вам лучшего, до скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok